Ну не буду я ничего убирать. Пусть себе валяются. Капризная девочка Ляля всё время вредничает. Не слушается бабушку, не убирает игрушки в своей комнате, а в передачу бесстыдно издевается над любимыми книжками. Как-то раз маленькой хозяйке вздумалась навести порядок, только вот не в комнате, как просила бабушка, а в любимых и известных всем сказках. И самое страшное – с помощью ножниц. О, нет. Что-то мне этот буратиночек не нравится. Большой какой-то. А мы его сейчас вырежем на две половинки. И получится две буратиночки. Таким образом, избалованная Ляля расправляется и с другими сказочными героями. Претензии у неё появились вдруг к Каладину, принцессе Жасмин и Красной Шапочке. Ляля не верит в сказки, а зря. Ведь по словам её домашнего кота, даже в жизни происходят необыкновенные чудеса. Девочка даже не догадывается, что в любое мгновение кот из простого может превратиться в волшебного кота в сапогах, мудрого и рассудительного. Ну что ж, настало время отправить нашу непослушную девчонку в сказку. Может быть, там её перевоспитают. Если сказать по поводу роли, что это кот-учитель, кот-наставитель. За счёт него вот эта девочка Ляля и учится, что-то осознаёт, понимает, потому что он её впутывает во всякие ситуации, чтобы она осознала, что и как. Дети, они такие сейчас. Мы показываем, наверное, даже наше время может. Потому что книги уже у детей, они не ценятся. Игрушки тоже становятся бесценны. Не так, как раньше мы, например, ценили эти игрушки, дорожили ими. Сейчас оно всё вот так и просто. Дети, может, не понимают этого или не хотят понимать. Вот мы и пытаемся через сказку научить их, чтобы всё было как положено. Так непослушная Ляля попадает на поляну сказок, где с ней приключается множество интересных вещей. Самое неожиданное, что ждёт здесь проказницу, все сказочные герои оживают и рассказывают ей о своей нежданной беде. Также девочку ждут встречи с Карабасом-Барабасом, Плутовкой-Лисой, Серым-Волком и другими персонажами. Ляля должна задуматься о своём поведении, стать добрее к людям, игрушкам и сказкам. Майская премьера, спектакль с куклами по пьесе и в режиссуре Елены Гаврилович «Необыкновенное путешествие на поляну сказок» состоится 22 мая в 12.00.